Первый фестиваль пляжных видов спорта САП-фест прошел во Владивостоке. Организаторами спортивного праздника стал беговой клуб РАН ДНС РАН совместно с агентством Эдисон. При поддержке группы компании ДНС, Министерства физической культуры и спорта Приморского края и администрации города Владивостока, генеральным партнером выступила компания ХАЭР. Мы привыкли к беговой аудитории, то есть она уже понятна. САП-аудитория, пляжный спорт для нас это что-то новое, то есть в процессе подготовки мероприятия мы изучали эти сферы. У нас все направления курируют профессиональные люди, судьи, то есть есть федерация тенниса города Владивостока и федерация волейбола Приморского края и федерация серфинга Приморского края. Участники спортивного праздника пробовали себя в САП-соревнованиях, пляжном волейболе, теннисе, САП-карнавале и карнавальном забеге по Леопардовой набережной. Все три дня у нас 9, 10, 11 были различные дисциплины. 9 у нас был день открытия и стартовали пляжный теннис и пляжный волейбол. 10 числа уже присоединилась к нам вода и вчера у нас были дистанции рейс, техникал про и техникал рейс. Вот, также был пляжный волейбол и пляжный теннис. Сегодня у нас завершающий, третий день, самый насыщенный, самый яркий. На воде у нас сегодня были дистанции спринт, это очень яркие дистанции, потому как участвовали профессионалы на скорость, это было очень ярко и красиво. У нас был САП-карнавал, мы которые наблюдали яркие костюмы. Участники абсолютные молодцы, подошли к вопросу очень творческие. Кто-то пел, кто-то читал, кто-то играл на аккордеоне, кто-то выступал, танцевал. Дальше нас еще ждет самое яркое мероприятие, это карнавальный забег, который стартует по Леопардовой набережной, дистанция 1,6 километров и 3,1 метров. САП-фест – это не только спортивные соревнования, а настоящий городской праздник с интерактивными площадками, фотозонами и шоу-музыкальной программой. Это мероприятие отличается от тех, что до этого проводил беговой клуб «Ран ДНС Ран». Забег – это событие, которое все к нему ждут, ждут события, все там бегут и оно заканчивает. А здесь это действие, которое происходит в течение вот уже третий день, и оно очень такое разнонаправленное. То есть тут вообще идея затащить побольше мероприятий, да, то есть если сейчас есть там вот пляжный теннис, пляжный волейбол, там САП, различные мероприятия, там какой-то небольшой забег. Но в принципе хотелось бы, чтобы это наполнялось активностью, чтобы было как можно больше людей себя бы вот в нем увидели. А вот атмосфера как раз похожая, то есть это красиво, люди такие нарядные, на позитиве. Место проведения САП-фестиваля выбрано не случайно. Патрокол ждут большие перемены. У нас большие планы, ну, как известно, относительно Патрокла. Мы уверены, что мы его превратим в лучший пляж, по крайней мере, в России. Это должен быть такой хороший, благоустроенный городской пляж. Две задачи, такие большие, да. Во-первых, хочется, чтобы Патрокол жил именно в таком вот спортивном, ну, что ли, таком модно-урбанистическом виде. Всем участникам первого фестиваля пляжных видов спорта САП-фест были вручены памятные медали. Победители разделили между собой призовой фонд в 2 миллиона рублей и получили ценные призы от партнеров. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.